Герой нашего времени, Петропавловец Фархад Токтагулов, помог полицейским оперативно раскрыть преступление. За высокую гражданскую позицию гражданина отметили благодарственным письмом и вручили премию. Подробности в материале подготовленном при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Фархада Токтагулов иначе как героем назвать нельзя, таких как он сегодня единицы. Став свидетелем дорожно-транспортного происшествия мая этого года, неравнодушный Петропавловец не только оказал первую помощь пострадавшему и вызвал скорую, но и сообщил сотрудникам административной полиции о наличии записи с видеорегистратора машины. Это помогло стражам порядка оперативно установить личность мотоциклиста, вскрывшегося с места аварии. Пример добросовестного отношения гражданина к обществу, отношения не без различия его. Поэтому если все люди так поступали, конечно, было бы и нам легче выявлять, раскрывать такие преступления и своевременно помогать людям. За высокую гражданскую позицию Фархада Токтагулова поощрили благодарственным письмом и сертификатом на сумму 10 месячных расчетных показателей. Если вы оказались в нужное время, то вместе вот, если бы каждый водитель так поступил бы, поступали бы все, как бы, думаю, мы на много шагов ушли бы вперед в борьбе со всеми видами правонарушений. Сам Фархад себя героем не считает. Говорит, что на его месте так должен был бы поступить каждый. Долг каждого человека, чтобы помочь близкому, не оставить на кого-то. Помоги ближнему своему. А ближний – это тот, кто рядом находится. Это не именно родные и близкие. Потому что завтра может произойти что-то с твоим ребенком или с родственниками, да, и кто-то просто пройдет и мимо. Когда вот помогаешь, понимаешь, что это как бы твой долг помочь. Подозреваемый 24-летний житель села Пеньково. Несколько дней мотоциклист скрывался. В полицию парня привел отец. Жизнь пенсионера, к сожалению, спасти не удалось. В данное время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 296 и 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется следствие. Ирина Панфилова при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел.